Свет в Крым! Президент Владимир Путин запустил четвертую нитку Наргмастана полуостров. Взгляд в будущее севастопольцы приняли участие в соцопросе Крымский монитор. Севастопольский вальс в городе пройдет второй Всероссийский фестиваль бального танца. Президент Российской Федерации Владимир Путин в режиме видеоконференции запустил в работу четвертую, последнюю нитку энергомоста в Крым. Таким образом, общее количество электроэнергии, передаваемой на полуостров, составляет более 800 мегаватт. Это, по словам главы государства, даже больше необходимого. Были построены две новые подстанции Тамани-Кафа, модернизированные и реконструированы пять действующих подстанций. Построено более 800 км линии электропередач, а по дну Керченского пролива проложено четыре цепи из кабельных линий общей протяженностью 230 км. Режим чрезвычайной ситуации в Республике и Севастополе введен с 22 ноября 2015 года после подрыва опор двух лэб на юге Украины, по которым тогда поступала основная часть электроэнергии на полуостров. Первую и вторую нитки энергомоста Россия сдала в декабре с опережением сроков, а с 2016 года отказалась от поставок электроэнергии в Крым с Украины. Третью нитку ввели 14 апреля этого года. С запуском четвертой, по словам Владимира Путина, электроэнергии на полуострове будет достаточно для нормальной работы. В общей сложности более 800 мегаватт электроэнергии пойдет по энергомосту в Крым с учетом собственной генерации. Этого достаточно для нормальной работы и даже немножко больше, чем требуется в регулярном режиме. Во всяком случае, это точно совершенно должно обеспечить бесперебойное энергоснабжение производственных, инфраструктурных, социальных объектов и с запасом выдержать нагрузку во время летнего сезона отпусков, когда на полуостров приедут миллионы отдыхающих, миллионы гостей. В церемонии запуска участвовали полномочные представители президента России в Крыму Олег Белавенцев, глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Сергей Миняйло. Они заявили, что режим ЧС, связанный с энергодефицитом, будет отменен после тестирования системы, то есть не ранее 15 мая. Также Сергей Аксенов сообщил, что после введения четвертой нитки энергомоста на полуострове отменен график аварийных отключений. Не к другим темам. В Севастополе очищают прибрежную полосу от мазута. Информацию озвучили в среду на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС. Накануне инспекторы Севприроднадзора зафиксировали на северной стороне загрязнение прибрежной полосы нефтепродуктами. По предварительным данным, мазутное пятно растянулось на 30 метров. В море попало от 50 до 100 литров нефтепродуктов. В настоящее время устанавливается источник выброса. Будет возбуждено главное дело по факту загрязнения окружающей среды. Губернатор Севастополя Сергей Миняйло поручил усилить меры и средства по очистке территории от загрязнений и завершить работы в кратчайшие сроки. Оффективно работает в Москве. Меняется настроение в обществе, либо инициируется для создания конфликта. Нам это удастся. В районе Любимовки были на побережье обнаружены мазутные пятна. Наши специалисты, также специалисты Роспроднадзора, моря федерального надзора, выходили, обследовали. То есть от речки Бельбек по пляжу 300 метров. Мазутные пятна, береговая полоса, запрязнена от 40 сантиметров до полуметра. Вот так. Дальше идет где-то напряжение пляжа Мучкуевки 1200 метров. Участками тоже есть загрязнение. А-а-а! Незначительно. Специалисты Роспроднадзора отобрали пробы. Предположительно, может быть кто-то в море, так я думаю, сбросил что-то. То есть они забросят портоплод, черноморский флод, кто находился в районе действия, как бы сказать, находился там в акватории. Ну, будут принимать решения под минераследование. Возможно, после уборки образуются отходы первого класса, второго класса опасности, которые требуют специализированной утилизации. Там по всей видимости по нам задержанные средства для утилизации этих отходов. То есть кто-то в море сбросил, правильно понимаю, да? Это ГСН? Предположительно, да. Это ГСН, правильно? Мазут, да, ГСН. Возможно, как бы замена там масла дизельного. Ну, мазут, солярка или масло? Мазут. Предположительно, от 50 до 100 литров. Хорошо. Давайте с городским хозяйством совместно все определяйте силы и средства, реагенты и все остальное, все, что необходимо, и привести в качачь, чтобы все в порядок. Удалить, хорошо? Порядка 400 севастопольцев рассказали о своем настроении и взглядах в будущее. Такой независимый социальный опрос провели в рамках проекта «Крымский монитор». Результаты представили в среду. Итак, большинство опрошенных горожан испытывают позитивные чувства. У 53% преобладает оптимизм, а у 41% – надежда. Подавляющее большинство опрошенных считает, что их жизнь улучшится в ближайшие три года. Спортом Севастополь интересуется больше, чем в других регионах России. И об исторических памятных местах знают немало. Также респонденты выделили наиболее актуальные проблемы в городе. К ним отнесли жилищно-коммунальные вопросы, состояние дорог, высокий уровень инфляции. Правительство Севастополя оценило работу проекта «Крымский монитор» и уже принимает меры по улучшению качества жизни в Севастополе. «Мы не могли не задать вопрос, что переход в российское гражданство и какие чувства испытывают люди в связи с этим. Так вот, более 90% испытывают чувство защищенности. И более 90% на сегодняшний день испытывают уверенность в завтрашнем дне. Но подчеркиваю, при этом уровне критичности в обществе достаточно высок. Высокие показательные – это не повод для расслабления. Это, скорее всего, информация к размышлению». «Мы на сегодня готовим проект под названием «Активный гражданин». Мы как-то его еще несколько лет назад в Севастополе экспериментировали, но он свернулся. Сейчас он активно работает в Москве. И буквально в ближайшие дни мы его будем запускать. Это вовлечение жителей города в контроль за ситуацией в городе». Несчастные случаи в горах участились. Об этом рассказали работники Севастопольского управления МЧС. По их словам, причиной травм зачастую становится злоупотребление алкоголем, непродуманный маршрут, а также природные явления, например, туманы и сырость. О том, как вести себя в горах, напомнит Сергей Краснослободцев. Хорошая погода, майские праздники. Севастопольцы и гости города отправляются в дикие уголки природы, чтобы насладиться красотами крымских гор и отдохнуть. С начала месяца на пяти выездах спасено три человека. Такие данные озвучили работники МЧС. Причиной несчастных случаев стали алкоголь и беспечное отношение к выбору маршрута. «При большом трафике, а также свободе наших людей в возлиянии спиртными напитками, значит, вот у нас выездная наша цессия увеличивается во много раз». Сотрудники МЧС обращают внимание, чтобы безопасно отдохнуть на природе, необходимо соблюдать простые правила. Не злоупотреблять алкоголем, придерживаться промаркированного маршрута, а места для отдыха выбирать вдали от обрывов и нависающих склонов гор. «Взять с собой либо спички, либо зажигалку, то есть во всех случаях жизни это, в принципе, поможет. Обувь, как правило, не рекомендуется. Всевозможные шлепанцы без задников, как у нас огромное количество людей, вот в этой обуви, значит, пытаются спуститься на пляжи дикие фиолента. Даже в жаркий период рекомендуется легкая куртка с закрывающимися манжетами. Точно таким же образом желательно быть от подобного плана и брюки». Сотрудники МЧС также напоминают, что лучше всего посещать дикие природные уголки в организованных туристических группах. Рекомендуют предупреждать спасателей по телефону 101 о своем предполагаемом маршруте и времени нахождения в горах. Сергей Краснослободцев, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя. 23 представителя из 8 стран принимают участие в первом международном фестивале русской словесности «Точка сборки». Стартовал он 11 мая. Среди почетных гостей известны писатели, публицисты, философы, филологи и деятели культуры. Севастополь станет международной площадкой, которая даст возможность ценителям литературы обсудить различные идеи и вения русской культуры. Для севастопольцев пройдут открытые круглые столы, творческие вечера, поэзии и прозы. Известные литераторы прочтут лекции для школьников и студентов. Также почетные гости посетят детские дома, корабли Черноморского флота и общественные организации. Планируется создание литературной премии за подлинный вклад в сохранение и возрождение традиции русской словесности. Фестиваль завершится 14 мая торжественной церемонией закрытия и придаст эстафету 12-му международному фестивалю документальных фильмов и телепрограмм. Мы действительно, власть и губернатор Сергей Иванович Миняйло хотел бы, чтобы это стало международной площадкой, которая бы протянулась вперед на десятилетия. Конечно, хотелось бы, чтобы расширялись границы, чтобы люди, которые приезжают, напитывались вот той духовностью, которую невозможно передать в банки куда-то. Здесь нужно жить, здесь нужно находиться, здесь нужно творить, здесь нужно ваять, и только в этом месте это может состояться. Я очень рад выйти в первый раз в жизни в Крыму и в Севастополе. Ну, знаете, пути Господь споведимы. Кто мог подумать, что я приеду сюда. Здесь будет интересная для меня встреча со многими писателями, с которыми я уже давно знаком. 14 и 15 мая в городе пройдет второй Всероссийский фестиваль бального танца «Севастопольский вальс». В нем примут участие более 200 танцоров из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Ярославля и других городов. Состязаться будут профессиональные пары, а также команды по 16 человек в каждой. Соревнования проводятся под эгидой Российского танцевального союза. Планируется, что фестиваль станет ежегодным и будет объединять профессионалов и любителей бальных танцев не только России, но и других стран. Последние тренировки танцоров перед главным выступлением видела Анна Леготина. Меньше недели осталось до одного из самых главных танцевальных событий Крыма – второго Всероссийского фестиваля бальных танцев «Севастопольский вальс». Каждый день по шесть часов тренировок. Все должно быть совершенно. Синхронность, четкость линий, скорость смены рисунков и перестроение. Это сложно, когда исполняешь танец с партнером, а когда единовременно на паркете сразу восемь пар, ответственность вырастает в разы. Нам необходимо быть синхронными, нам необходимо быть своего рода одинаковыми. То есть здесь уже индивидуальность, ничья не подойдет никому. У нас будут одинаковые прически, мы постараемся сделать одинаковый макияж. То есть так, чтобы сдалека мы были как можно неразличными. Дисциплину формейшн – это когда на площадке синхронно танцуют 16 человек, эксперты считают самой эффектной и запоминающейся в бальной хореографии. В течение шести минут участники демонстрируют сразу несколько стилей в зависимости от своей программы. К примеру, в латиноамериканской танцуют самбу, ча-ча-ча, румбу, пасадобаль и джайв. Не просто по рукам и ногам, даже в ракурсах, даже повороты должны быть одинаковые. Добиться этого очень тяжело, кропотливая работа каждодневная, много на это входит сил, времени. Надеемся на большое количество народа, на хорошую конкуренцию и чем больше будет хороших, сильных команд, тем лучше. Всегда нужно учиться лучше. Конкуренцию севастопольцам составят танцоры из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Ярославля, Краснодара и городов Крыма. Всего больше 200 участников в составе 10 команд. Кроме формейшна пройдут соревнования среди пар всех возрастных категорий – от самых маленьких до профессионалов. Судить конкурсантов будет авторитетное жюри во главе с президентом Российского танцевального союза Станиславом Поповым. Это действительно заслуженные профессионалы, известные имена. Значит, это представители России, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара. У нас будет судья из Израиля, судья из Литвы, судья из Украины. То есть судейская панель будет международная. Все, что делаем мы сегодня, это на наше будущее рассчитано. На наше будущее, которое обязательно будет счастливым, замечательным и красивым. И что я верю, что когда-нибудь в рамках нашего севастопольского вальса, нашего международного фестиваля, может быть, пройти какой-то чемпионат мира или Европы здесь, в Севастополе. Второй всероссийский фестиваль бального танца «Севастопольский вальс» пройдет 14 и 15 мая на базе спорткомплекса «Мусон». Кроме самой соревновательной программы для болельщиков и зрителей подготовили показательные выступления, профессиональных дуэтов, мастер-классы и концертную программу. Анна Леготина, Деливер Меджитов, информационный канал «Севастополя». Севастопольские школьники выступили в финале всекрымского фестиваля детского и юношеского творчества «Мы – наследники победы». Гала-концерт состоялся 6 мая на сцене Государственного Академического музыкального театра в Симферополе. Воспитанники Тюза вариант, что в 13-й Качинской школе показали постановку «Хатынь». В ее основе историческое событие военных лет. 22 марта 43-го года фашисты жестоко расправились над жителями белорусского села Хатынь. 149 человек расстреляли за помощь партизанам, остальных сожгли заживо. Музыкальные композиции школьники напомнили современникам о страшной трагедии. Работу качинцев оценила жюри фестиваля. Юным артистам вручили сертификат на бесплатное посещение крымских театров и музеев. Идея сплотить школьников Крыма под флагом победы возникла в Межрегиональной общественной организации «Русское единство». В гала-концерте участвовало более 20 коллективов со всего полуострова. Севастопольцы привезли четыре медали с чемпионата России по всестилевому карате. В соревнованиях, которые проходили в городе Орел с 4 по 7 мая, приняли участие мастер спорта Юрий Емец и мастер спорта международного класса Ростислав Веретехин. В разделе «Кота Бункая» их дуэт получил бронзу. В личном зачете, исполняя «Кота» и «Кумите» спортсмены также заняли лидерские позиции. У Юрия Емца золото, а Ростислав Веретехин, уступив в финале из-за травмы, получил серебряную медаль. Спортсмены признаются на такие высокие результаты заслуга тренера, обладателя черного пояса 6-го дана Андрея Чепеленко. В планах у каратистов продолжать совершенствовать мастерство в одном из самых массовых и популярных дисциплин Федерации Всероссийских боевых искусств. И на этом у меня все. В студии работала Наталья Двойцевна. Всего вам доброго и только хороших новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова